Спагетти карбонара Дело в том, что слово карбоны переводится как уголь. Какое отношение уголь имеет к лапше? Существует три основных версии, каким образом это название пришло в этот рецепт. Итак, первая версия. Производители ДВС-ного угля, их называли карбонари, уходили в леса на долгие недели рубить лес и заготавливать уголь. Продукты, которые они брали с собой, как правило, имели длительный срок хранения. Конечно же, это вяленая соленая свинина, твердый сыр и лапша. Угольчиков вызвали карбонари относительно этого слова и появилось название этой лапши. Версия номер два. Дело в том, что это блюдо обильно посыпается черным перцем. А черный перец у нас с вами похож на уголь. Поэтому тоже существует одна из версий, что это блюдо получило название карбоны, карбонары, относительно того, что черный перец. Третья версия и, скорее всего, наверное, самая правильная. В прошлом веке соленую свинину, которую коптили на древесных углях, называли карбоната. А как мы знаем, древесный уголь переводится как карбоны. Вот такие вот три версии. Выбирайте, которая вам нравится. Третью. Третью? Она самая замечательная. Ну и самая актуальная. Хорошо, давайте начнем готовить это блюдо. Для того, чтобы почувствовать настоящий вкус Рима, так как его кушают итальянцы, конечно, нужно соблюдать определенные правила, технологии приготовления и правильные продукты. В Италии его называют панчетто. Мы уже делали сыровяленую копченую панчетту и делали сыровяленый бекон. Можете выбирать любой из этих рецептов, и он прекрасно подойдет к нашей карбонаре. Сыр. Сыр должен быть пикорино или же пармиджано. Никаких других сыров недопустимо. Конечно же, можете использовать какие-то аналоги. Не проблема. Получится тоже вкусное блюдо. Но дело в том, что, ребята, если вы хотите почувствовать и прикоснуться к легенде, конечно же, нужно использовать именно те самые правильные продукты. Ну, спагетти, спагетти. Любые спагетти, которые вы можете купить в магазине. Черный перец, соль. В общем-то, и все. Больше в спагетти а-ла-карбонара ничего не входит. Все другие вариации с добавлением овощей, добавлением, допустим, мяса и тому подобное, это уже все эксперименты и импровизация. Самые настоящие карбонары мы сейчас приготовим вместе с вами. Готовится буквально в течение 10-15 минут. Разогревайте сковородку. Масла не добавляем. Берем в среднем 300 грамм нашей панчетты. Доводим все это дело до красивого золотистого оттенка. Кстати, самое настоящее карбонара готовится именно с гуанчали. Гуанчали – это щеки, свиные щеки, сыровяленые и копченые. Ну все, готово. Анюта, как тебе нравится? Очень нравится. И хорошо, что здесь нет щек. Да, ну с щеками это было бы аутентично. Ну, обойдемся. Хорошо. Доводим, ребята, воду до кипения. Добавляем соль, чайная ложечка. В предыдущих своих видео я вам рекомендовал добавлять немножко оливкового масла, или же любого растительного масла во время варки спагетти. Но в этот раз мы делать этого не будем, по той причине, что наши блюда и без того достаточно жирные. Поэтому, как только спагетти будут готовы, мы сразу их опустим уже в нашу мясную смесь. Следующий момент, и он, скорее всего, самый важный. Нам нужны три желтка. Отделяем. Я делаю порцию на двух человек. Куриные яйца перед использованием обязательно помыть в горячей воде. Очень тщательно. Сыр пикорино или сыр пармиджано. Нам нужно его натереть на самой мелкой терочке, которая у вас есть. В среднем 50-70 грамм. Любите сыр? Добавьте больше. Я натру в среднем грамм 70. Натирайте именно на самой мелкой терочке. Нам нужно с вами сделать соус. Если вы натерете на крупной терке, то гармоничного, мягкого и нежного соуса у вас не получится. Все смешали. Добавлю еще. Вижу, что нужно еще немножко. Ты любишь соль? Да. Итак, спагетти, выбирайте самого хорошего качества. Самые дорогие. Обычный вес пачки спагетти 500 грамм. Это, как правило, порция на 4 человека. Поэтому берите смело половину. Как раз порция получится на 2. Опускаем в кипящую воду. Только в кипящую воду. В холодную воду лапшу ни в коем случае не опускайте. Иначе она слипнется. И для начинающих? Для начинающих кулинаров, да. Ну, наш канал смотрит не только продвинутый. Наш канал смотрят люди, которые только начинают свои первые шаги кулинарии. Нам еще необходимо его помешать, для того, чтобы лапша даже разъединилась. Варим до состояния аль денте. Ни в коем случае нельзя лапшу разваривать. Это дурной тон. Несмотря на то, что лапша приготовлена из зерна, ну, а хлеб, хлебобулочные изделия дают лишние килограммы. Лапша, которая приготовлена правильно, вот в состоянии аль денте, она у нас получается полутверда. И поэтому она не усваивается на 100% и помогает нашему организму лучше, скажем так, справиться с этой тяжелой едой. А что у тебя за хитрый желток вот может? А, да, ребята. Хитрый желток, расскажите нам. Вот это вот тоже традиционное блюдо, приправа итальянская, они ее постоянно делают. Это соленый и сухой желток. Его используют для, тоже для пасты, для лапши, потирают вместе с сыром. Сегодня я буду его использовать. Ребята, кому интересно, напишите в комментариях, тогда я сниму видео о приготовлении такой приправы. А стучи, он что, твердый? Ну да, ну он не твердый, он резиновый во всяком случае. Резиновый. Достаточно такой, да. Да, 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 хорошо. Вот, вот обратите внимание, то есть он прямо так вот натирается, видите? Ой, 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 красота, красота. Вот так вот. Он на вкус очень вкусный, и уже вкус желтка не настолько явно выраженный. Он даже уже приближен к какому-то вкусу сыра. И гармонично и красиво смотрится на лапше. Дизайном больше. Да, больше дизайном. Ну, ты знаешь, его используют они для бутербродов. Да? Да. Добавляют в майонез, в различные соусы. Ну, и особенно, конечно же, с лапшой. На пакете, ребята, у нас всегда написана инструкция по варке лапши. Как правило, это 7-10 минут. Заводите свой таймер на 5 минут, если у вас нету опыта. И пробуйте. Лапша должна быть внутри слегка сыроватая. Ну, наша лапша готова. С вами достаточно упругая. Не разваливается быстро. Внутри... У нее как бы тонкая сердцевинка должна быть. Да, как бы тонкая сердцевинка. Может быть, вы сможете увидеть. Убираем в сторонку. Ставим на горячую плиту. Лапшу в сковородку. Сюда же добавляем воду из-под лапши. Это будет основа нашего соуса. Два черпака. Нашу смесь яичную. Смотрите, чтобы сильно не было горячо. Иначе яйцо сварится. Свернется. Свернется, да. Вот так вот смешиваем. Вот она классика. Вот это белый соус. Белый соус, да. Все думают, что это сливки. А на самом деле это яйцо сыра. Ни в коем случае. Сливки добавляют только, ну, скажем так, в ресторанах, которые не принимают. Что такое классическая карбонара? Классическая карбонара никогда нету сливок. Только яйцо и сыр. Все. Сейчас я попробую немножечко на вкус. Может быть, соль добавить. Да. Чуть-чуть добавлю соли. И еще бульона. Ну все, наша лапша готова. Давайте сервировать. Черный перец. Вот он, карбоны. Именно так и должно быть. Еще немного парниджану. Наше яичко. Совершенно уникальное. Ну, друзья, простое, сытное блюдо готово. Спагетти карбонара. Давайте попробуем. Так, ну вот. Все красиво, сочно. Ой-ой-ой. Ну, вот так вот. Очень вкусно. Очень вкусно. Недорого. Недорого. Просто, ребята, из всех продуктов, которые есть в вашем супермаркете, вы можете приготовить такое простое и очень вкусное блюдо. Простое, тире, роскошное блюдо. Да. Друзья, на сегодня все. Сегодняшнее видео было у нас коротенькое. Не стал я вас сильно утомлять. В следующий раз обязательно загружу, обещаю. Утомлю. Утомлю, да. Надеюсь, что сегодня вы тоже нашли для себя что-то интересное, что-то новое. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok